Ну а мы продолжаем Отличную пятницу. Я предлагаю сейчас поговорить о совокупности движений, тела, музыки и ритма или об алхимии танца. Именно так называется семинар, который пройдет сегодня и на ближайших выходных в Старом городе под названием «Алхимия, ритма и танца» в специальной студии. Разобраться в этой алхимии нам помогут гости из России, ведущие семинара Александра Остапенко и Анна Треша. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за направление боди-мьюзик, которое вы будете представлять на этом семинаре? Боди-мьюзик — это такой способ играть музыку, не используя никаких инструментов, то есть, собственно, как исследует изнование, используя только тело. То есть это различные щелчки, удары по корпусу, это более оригинальные звуки, в том числе голос. Какие-то вот способы в Индии, например, используют пропивание ритма через канакол, это всякие такие штуки. То есть все, что касается нашего тела и музыки. Каким образом вы можете заставить так звучать, скажем, если на ваш семинар придут люди, которые совершенно не имеют об этом никакого понятия? Смогут ли они научиться? Безусловно, смогут. Конечно, смогут, потому что чувство ритма заложено в нас самого рождения. У нас есть главный ритм, это ритм нашего сердца. И любой человек, настроившийся самим собой, под нашим руководством, вполне себе сможет услышать свой собственный ритм, подключиться к основному ритму группы и сыграть какие-то элементарные вещи, которые уже будут слушаться вкусно. И он будет чувствовать себя настоящим артистом. Кого вы ждете на своем семинаре? Вот это, кстати, полный такой для нас большой знак вопроса. Интрига. И мы сознательно даже не спрашивали организаторов, кто там будет, какого возраста люди, потому что этот, в принципе, инструмент подходит под любой возраст. Ну, там есть все нюансы, кто-то будет меньше двигаться, чем остальные, да, там более пожилые люди. Но, в принципе, там ударить себя, похлопать может каждый, да. В этом нет никакой особой алхимии, как раз в этом нет. Алхимия возникает, когда все это соединяется, человек понимает, что он может делать музыку, вообще не обучаясь нигде, там, ну, то есть это доступно всем. Еще очень важный момент, что действительно специальная подготовка не нужна ни хореографическая, ни ритмическая, ни музыкальная, ни вокальная, потому что человек может, ну, самостоятельно найти эти пути в самом себе, и это может быть полезно как танцорам, чтобы подкрепить свои навыки, и как людям, которые никогда не танцевали или не занимались ритмом, они смогут в себе найти. Ну, или актерам, там, также преподавателям, которые работают с детьми и так далее. Я знаю, что многие используют телесную перкуссию для того, чтобы, например, учить детей математике, там, или языку английскому. Так, 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 расскажите подробнее, каким образом с помощью телесной перкуссии можно учить математику? Ну, например, вот наш учитель Кей Терри, американец, он изобрел систему ритмических блоков, например, один, это один хлопок, два, это три. И вот он говорит детям, составьте свои ритмы, которые бы там обозначали три плюс пять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. И так далее. Там разные дроби они учат, свойства целых чисел, ну, и так далее. Все такое через креативный способ, который включает очень детей. В результате что должен получить человек в ходе этого семинара? То есть есть ли там какое-то измененное сознание, скажем, что-то похожее на медитацию, как это делается на йоге, когда люди поют мантры, например? Есть несколько очень четких результатов. Первое, это мы открываем больше способностей нашего мозга, возникают новые нейронные связи, потому что мы делаем что-то, чего мы не делали раньше. Потом возникает ощущение полного расслабления и удовольствия, потому что маленькая победа произошла творческая, раскрывается творческий потенциал. И часто Александр заканчивает свои занятия и тренинги с помощью глубокой медитации, импровизации в звуке с выключенным светом, и это получается очень глубокий опыт. То есть у людей нету какого-то фактора стеснения друг перед другом, есть такое полное открытие, и реально внутри такая после этого тишина наступает. Просто. Такой катарсис. Да, да. Вы упомянули своего учителя, где вы обучались этому? Ой, где только мы не обучались, начали... Что лежит в основе вот этого всего, алхимии танца? Алхимии танца и ритма, это очень разное направление. Ну, в общем, мои основные учителя, они живут в Бразилии, в Индии, в Америке, в Германии, в Испании. Наверное, еще где-то сейчас просто сразу в голову не приходят. Анна, а ваши? Мои учителя, я считаю своим основным учителем, это Александр Гершон, потому что я в нашем тандеме отвечаю за двигательную часть и занимаюсь танцевальной двигательной терапией. Я чувствую Александра Гершона, он психолог и занимается именно двигательной составляющей через призму движения, психологической составляющей через призму движения. Это то, что я вношу в наш тандем, и вот это мой учитель. То есть можно сказать, что это компиляция различных техник, которые используются в разных странах? Абсолютно. Вот, собственно, в этом ее цены, что мы не несем какую-то такую одну направленность, мы оттуда взяли, оттуда взяли, и все это очень классно между собой комбинируется, по большому счету. Потому что границ нету, ну, боди-мюзик, да, это не какой-то там традиционный цыганско-румынский фольклор, да, это очень такое обширное понятие, и это все можно очень классно между собой сочетать, соединять. Это было в разных странах испокон веков, то есть наше казачество, которое вот эти все пляски, это же тоже боди-мюзик, когда они извлекали ритмы. То есть интуитивно они, в общем, чувствовали всю эту технику? Конечно. Все племена индийские, индийские, это все о том. Много говорим об этом, я предлагаю все-таки показать, чтобы иметь представление о том, что же будет происходить на этом семинаре в ближайшие выходные. Мы сейчас продемонстрируем такую зарисовку, которая происходит с нами каждое утро примерно. Так мы начинаем наш день. Спасибо. 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 Спасибо большое. Я думаю, что наши телезрители в полной мере теперь представляют, что такое алхимия танца и ритма, которая будет представлена. Сегодня пройдет мастер-класс, насколько я понимаю, в выходные состоится сам семинар, где можно все это будет попробовать на себе. А сейчас предлагаю перейти к более классическому пониманию музыки, музыкальный клип на ваших экранах, но прежде я благодарю, конечно же, наших гостей. Это Александр Остапенко и Анна Триш. Спасибо. Спасибо. Спасибо.